всем привет дорогие друзья вы находится на канале за гейминг а с вами как всегда александр сегодня мы с вами отправляемся for the horizon 5 и не просто да вот обычно нас прохождение игра будет а мы сегодня проведем с вами несколько интересных тестов и я вам расскажу об одной интересной особенности этой игры которая позволяет по факту с одной стороны играть в эту игру а с другой стороны не играть но при этом легко вообще просто максимально легко получать очень много опыта и кредитов вот этих валюты а я если честно вот этим всем не пользовался никогда каком я . мощно я никогда этим особо не пользовался но как-то недавно я дал своему ребенку поиграть порзу знаете любит он просто покататься на машиночках и посмотреть что-нибудь интересное и вот я заметил одну интересную особенность что по факту в этой игре есть античит я думаю что многие видели многие знают но я не видел что проводили теста и в общем сегодня мы этот античит законный протестируем в игре такая нормально здесь выезжая нет сразу хочу сказать что игра у меня идет в 2к 30 fps потому что как ни странно бы это не звучало но конкретно вот на моем мониторе да на большом котором я был full hd даст 144 герц и чпика то игралось прикольно вот в режиме производительности да чуть похуже графика наигралась интересно когда я сейчас получается сейчас точно проверю когда получается я сейчас режим качества а когда я купил 30 32 дюймовый 2к монитор и я когда поставил соответственно качество в игре 2к 30 кадров секунда сначала потому что здесь 60 кадров потом когда я поставил обратно на full hd 60 кадров мне показалось что там игра работает намного хуже выглядит она тоже хуже поэтому мы играем здесь в разрешении 2к и в 30 кадров и все выглядит более чем прикольно хотя с другой стороны может быть на записи может показаться что не хватает фпсиков но лично мне по фпс вообще все отлично все нравится так выбираем одиночная игра выбираем рекомендуется но раз рекомендуется значит берем ее в общем суть на наше в том что мы сегодня strengths авто пилотирование да в игре есть авто пилот независимости авто на а от автомобиля сразу предупреждая это просто настройка так сказать сложности в игре и сегодня мы с вами его протестировав на самом легком уровне как авто пила справляется с легкими противниками и как он справляется с самыми тяжелыми противниками ничего подруливать я не буду я только буду сейчас ставим новичок турист вот я буду только газовать и все то есть есть у нас турист и есть у нас непобедимые 50 процентов потому что здесь смотрите помощь авторуление помощь да то есть помощь это авторуление пропустить включена контроль устойчивости вся трасса хотя смотрите можно отключить а но здесь вообще никак это тоже никак не влияет это особо тоже ничего не привлечет а значит а значит мы можем заработать на 50 процентов больше причем использовать авторуление потому что смотрите а если мы ставим непобедимый нам очень сложно будет играть а то есть мы и так и так получаем одинаково количество только мы здесь сами будем потеть а так за нас будет работать и то есть мы по факту сейчас с вами столкнем интеллект как это искусственный интеллект с другим искусственным интеллектом и посмотрим сможет ли победить один другого сначала мы используем в туристе ну так чисто для того чтобы посмотреть как все работает а потом мы использовать будем его в самом жестком режиме если не сможет не сможем победить то потом будем смотреть на каком можно играть и как можно заработать сейчас здесь дополнительно ничего не будет то есть турист авторуление обычно стандартная награда будет так начать заезд наши с это а смотрите мы тогда первыми начинаем практически вторыми да потому что чем сложнее противники тем мы дальше начинаем получается я жму только где тут видите вот только один вот сейчас видите вот я ничего не поворачиваю вообще ничего не торможу я ничего не буду делать все будет делать искусственный интеллект то есть даже газ по мне надо сбрасывать хотя не знаю можно сбросить например чтобы легче ему было хотя мне кажется наверное не нужно сбрасывать плюс есть разные трассы где нужно очень сильно выкручивать то есть я вообще ничего не буду делать наверное даже я не буду сбрасывать тоже когда он тормозит то мы соответственно не газуем как видите он справляется просто отлично хотя мне кажется на 2 камеру купить что вам показать что я только газу и ну не знаю буду так вот делать то есть я вообще не управляю машины это очень интересный эксперимент будет потому что по факту я например могу включить голиаф поставить очень много кругов грубо говоря да там и не знаю и за кастом на также падать или нет то есть могу поставить просто бесконечности уйти на работу прийти вечером и по факту он мне выиграет гонку я получу овер дохера денег и опыта ну конечно если за кастомные матчи что-то остается плюс за сложность для аватаров надо просто это все дело протестировать узнать потому что так вообще голиаф он же проходит сколько но долго по времени мне интересно вообще здесь есть есть в игре очень и сама вот длинная гонка которая прям может быть несколько часов надо ехать если вы знаете напишите об этом тоже по факту эту гонку можно ставить на повтор просто вы зажимаете газ да там не знаю резинка еще чем-то прижимаете и уходите по своим делам да то есть например занимаетесь там своими делами без раз что вы делаете и все а там не залегли спать даже к примеру каждый там два часа встаете заново перезапускаете гонку и фармите деньги и опыт с одной стороны конечно это типа тупо с другой стороны примеру метод ребенок можно спокойно играть нажимать одну кнопку и выигрывать да и получать как бы такую небольшую радость типа вот он приехал 1 я кстати на среднем по уму ты он на меня играл и побеждал все разы поэтому сейчас мы попробуем как бы все это делалось замутить вообще на всех режимах сколько здесь три круга писать у нас три круга мы наверно возьмем эту же гонку чтобы все это протестировать потому что мало ли вдруг как бы на другие гонках какие-то другие будут условия поэтому чтобы как конкретно вот именно сравнить мы будем использовать только вот эту тачку эту гонку и просто бы менять драйв аватаров конечно в идеале чтобы так сказать вас задержать я бы мог бы там каждую сложность потихонечку прибавлять и вы бы смотрели бы и по факту получали одно и тоже но мы сравним конкретно вот самые легкие драйв аватары то есть это соперники наши и самая тяжелая то есть которая обозначается непобедимая сейчас у нас туризм будет стоять непобедимая посмотрим как это все будет влиять и сможет ли наши скушенные искусственный интеллект который помогает нам обойти искусственный интеллект самой игры это будет интересно ну хотя бы я теперь понимаю как они были на высоких скоростях ездят потому что посмотрите практически везде сохраняется траектория то есть он подтормаживает он скидывает скорость и все идеально идет посмотрите вообще все офигенно потому что скорости при тормаживании держи ну опять же не держит скорость он постоянно вот устремляется вперед и это это интересно реально выглядит очень интересно так ну что отрыв наверно колоссальный будет единственно здесь покажется вообще нам отрыв все победа офигеть audi r6 выигрывает легко финиш 3 минуты 37 секунд 851 то ли секунд не суть важно кстати можно проверить быстрее ли проходит трассу и чем я например пойду лучше круг минута 10 самое кстати самый лучший круг то есть и дрова тары медленнее прошли но не сильно то есть интересно что на непобедимом будет я получается выиграл с отрывом то есть самый второй дрова тар получается пришел на время 349 у меня 337 то есть я опередил его всего лишь на 12 секунд то есть непобедимое он должен ездить еще круче еще скоростнее поэтому сейчас будем смотреть сейчас будем смотреть что у нас получится сейчас будет второй заезд по факту еще три минуты и мы с вами узнаем кто же победит так а мы сразу здесь кстати 5644 опыта 8000 то есть на 50 то есть 12 и десять тысяч примерно мы будем получать а здесь господи думал я смотрю на карту ага так все выбор до одиночная игра этот же заезд это же машина без каких-либо изменений все дело в режиме реального времени сейчас будет интересно это прям момент истины потому что мне самому хочется вообще увидеть это как это все будет происходить причем я как заметил чем выше уровень драйв аватаров тем ниже мы находимся на вот этой турнирной сетки ставим непобедимые просто именно вот тут сейчас будем гонять как боги ну что ж я прям я прям нервничаю такое ощущение что еще сам буду ездить ну как бы это не так так какой я почти последний помда блин а у них посерьезнее тачки такое ощущение что посередине они отрываются от нас опять же возможно придется тюнинг тюнинговать тачки на максимум чтобы я прям вообще максимально ускорялся максимально ездил потому что здесь тащи могут настроены еще по определенному да но хотя у них по-моему уровень должен быть один и тот же у этих автомобилей по идее как но пока что я никого не обогнал то есть я начал на 10 позиции я еду на 10 но эти машины более быстрые потому что это новая audi 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 r6 audi rs7 и я пока что как бы не выигрываю с другой стороны может быть на каких-то длинных гонках да не где круги вот именно в такой области а где именно длинная прямая да там возможно будет лучше поэтому мы сегодня и такой тест пройдем то есть найдем под а посмотрите нас обгоняют охренеть нас обгоняют были я вообще не успеваю посмотрите а я от первого места очень сильно отстал то есть и уже не справляется я то есть за это все да нас обгоняет тупо по скорости делают возможно нужно тачку тюнинговать потому что тачка у нас такого а драйва тару возможно на тюнинг тюнинг их тачках едут хотя уровень ну например у нас 72 то есть у них примерно такой же но мы после гонки посмотрим такой же будет или нет на было сравнено до меня надо было мне запомнить какой уровень у тех тачек был но я тупо по скорость не могу догнать видите то есть у меня в 212 все потому что как бы r6 я знаю что она быстрее разгоняется новая р6 то есть я вообще надо на последнем месте до печально я почему думал что будет нормально ездить ну ладно мы посмотрим сейчас время у меня время мое было 337 у них 349 сейчас посмотрим какое у них будет время и вообще каких драйв аватаров я смогу победить по факту ничего не делая следующую гонку мы знаете какую сделала возможно эту же трассу мы возьмем эту же гонку только возьмем прям максимально вкачанную тачку у меня есть супра она очень классная машина она офигенно то не а есть еще porsche не знаю porsche наверно возьму porsche по-моему поинтереснее будет он лучше тормозит очень быстрый и может быть он сможет справиться с непобедимыми драйва тарами потому что это просто вообще посмотрите это проигрыш вообще капец какой причем у нас время даже сейчас хуже под лучший круг у нас 11 до этого у нас был лучше круг 1 10 то есть сейчас без соперника возможно я что-то сделаю но посмотрите насколько я отстал я просто колоссально отстал причем меня делают в поворотах то есть и в поворотах справляется очень плохо то есть он не успевает оттормозиться из-за этого я теряю очень сильно по времени потому что возможно я приеду так же как и положено но вот они оттормаживаются просто идеально то есть все таки косяки есть в искусственном интеллекте другой стороны сейчас посмотрим с такими что я получу потому что например если он про получать сколько этого турист потом там новичок и еще какой то то есть на четвертом этапе я вроде плюс получаю но я легко их обогоняю то есть возможно просто непобедимые его невозможно победить потому что это непобедимая так ладно хватит разговоров нужно смотреть что будет интересно я лучше круг сделаю здесь одна 10 или нет 8 9 10 ну да чё-то такое сделал то есть на последнем круге я сделал лучшее время а 341 было 337 я даже хуже проехала 3 секунды сейчас посмотрим сколько у них у них было 349 самое лучшее время у драйва аватаров сейчас посмотрим сколько сейчас будет 328 я прошел 337 то есть даже с тем лучшим показателем я бы все равно не было первом месте но посмотрите здесь есть и 717 и 766 и 735 и в инфинити q60 окей окей хорошо мы не победили непобедимых что логично обращая сколько мы подождите мне такое ощущение что мы там прям очень много получили все равно потому что скажите сколько там нет ваксал что 12000 типа чё за проигрыш все равно много дают сейчас должен отобразиться здесь четыре нет опыта меньше мы получили а денег мы а денег мы больше получили опыта меньше денег больше тогда было 68 а сейчас 10 4 новая машина какая-то машина а все вот я понял так смотрите что мы делаем мы сейчас берем меняя машину меняя машину на ту в которой мне кажется что она может выигрывать есть конечно такое chevrolet 988 то есть практически максимальный рейтинг и есть у меня вроде бы было и кстати такой легендарный может быть он будет гасить всех ну и за мне mercedes особо в этой игре счет не нравится ошибка то они какие-то не пороки а есть еще 972 это с 2 да то есть это toyota 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 а еще porsche был потащите porsche 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 вот этот был но он нефтью не не затюненный пол дилемма дилемма конечно дилемма что же взять что же взять дать вот это вот это очень быстро . она очень хорошо настроена здесь машин давайте на ней протестируем сразу начнем с низ непобедимых потому что понятно дело что на туристе мы будем всех выигрывать на мне интересно все сможем ли вообще на какой-нибудь тачке победить потому что вот вот это прям вообще жесткая . единство что я волнуюсь за то как она будет оттормаживаться плюс вопрос к тому что как будет обстоят дело на обычных долгих да вот именно вот больших гонках но мы посмотрим мы возьмем гонку где мало поворотов и как покажет себя и здесь потому что здесь по факту я проигрываю на поворотах то есть драйв аватара они проходят лучше повороты сложность непобедимый стоит авторуление помощь состоит начинаем заезд а в общем приготовились и давайте toyota supra в битве и искусственных интеллектов ой 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 как ее носят как я носит уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху жестко у вас скорость это большие скорость реально большие но и у них большая скорость но папа ай-яй ай-яй миаб-гар, дверь на поворотах я на поворотах сливаюсь очень жестко здесь хуже пород ну а я ее и хуже 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 нет не спасает не спасает супер быстрая машина я опять последний еду я даже возможно хуже проеду не ну как у меня скорость это выше понятное дело но я опять же тоже не не смогу победить их вообще мы сегодня наверное сделаем знаешь как знаете какой забег то есть я показал вообще как работы и на самом легком уровне первых на тяжелом я попробую сегодня вместе с вами победить непобедимых потому что в кольцевых гонках скорее всего из-за поворотов мы видим слабое место это поворота даже третит когда в плавные повороты то есть то что присуще прямым забегом то есть не кольцевой когда просто у нас от а точки а в точку б до спринт он так как называется вот то такие гонка по идее нет крутых поворотов и там мы реально можем на трать задницу непобедимым прям как были тигра престолов у нас ладно сейчас посмотрим ну пока что все очень печально потому что у меня лучше круг там понятное дело что 59 начать а лучшее время 28 секунд у меня было 41 то есть отставание сколько сколько получается 13 секунда примерно отставания там еще доли секунды можно было посчитать может секунды 14 было но будем считать что 13 посмотрим как какое сейчас будет отставание вот именно на этих уровнях потому что как показывают практика они оторвались капец как далеко прям очень далеко 57 97 это самое лучшее время конечно летит она здесь вообще сумасшедшая здесь кстати можно было не тормозить наверное я не знаю почему он стоит здесь красную метку потому что здесь надо было раньше тормозить он чуть запоздало тормозит некоторых местах он вообще просто торможат когда можно было просто побольше по большой теги траектории так сказать проехать и не оттормаживаться а в некоторых местах он наоборот запоздал от оттормаживается то есть знаете как нет линия в общем плохо продумано то есть она вот синий 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 потом резко бац красная то есть нет такого что предварительная скорость должна быть снижена то есть игра не учитывает то с какой скоростью мы едем потому что например например вот по всему участку мы можем ехать хоть 300 км в час хоть 400 а вот в этом на этом участке 60 и вот этот переход он сразу резкий то есть 400 и 60 понят дело что в один миг машина не может сразу снизить скорость до 60 она снижает это плавно и за счет этого вот искусственный интеллект здесь он проигрывает очень сильно так окей но мы очень много секунд потеряли прямо отставание будет капец как какое жесткое очень жесткое отставание возможно тачку когда нужно по особенно настраивать под искусственный интеллект смотрите 247 13 секунд 13 секунд то есть отставание вообще не меняется ровно 13 секунд мы проигрываем именно на на этих на поворотах потому что отставание вообще точь-в-точь 13 секунд все не больше не меньше ровно 13 секунд ну что ж давайте столкнем их получается 4 447 и деньги такой же то есть так ощущение что просто сложность столько дает нам так сюда нам нам нужно что нам нужно какая-то нет очень много поворотов по факту да давайте наверно сюда съездим а почему нет да мне кажется это будет это будет нормальная гонка здесь кстати тоже протестируем сейчас сами вот этот вот у меня пока что не все открыты и быстрого перемещения штуки как-то выезжает он там порно а может не иногда подтормаживать и ручником типа вот так оп не усилим в занос уходит плохая идея потом ой я думал сейчас врежется причем посмотрите здесь красной линии нет но он по торможить все равно повороте то есть как так то видите запоздала видите как запоздал очень сильно запоздала тормозит очень сильно опаздывает торможение видели на то есть красная метка началась только потом начинать торможение то есть хреново что нет плавная перехода к зоне то есть чтобы знаете как в гонках профессионально гонках там есть столбики там когда ты должен уже снизу скоростью например там там по 200 180 150 там 120 160 80 да вот и пород войти то есть постепенно столбики а здесь же нет здесь вот по факту здесь можно было просто лететь но он все равно учить труд от неровности оттормаживается ведь ведь очень много нюансов он как как-то неправильно он рассчитывает искусственный интеллект сети об опять нет она здесь по факту повезло ну ладно сейчас проверим в общем мы непобедимых тачку наверное эту оставим потому что как мы видим прикол а он короче залагал и заметки потому что метка не убиралась и она чутка подлаги вам нам предоставляют выбрать другие какие-то тачки она очень быстро не знаю может быть давайте в общем у нее очень хорошая скорость она прям вообще бешеная поэтому посмотрим сможем не победить непобедимых аватаров в этой гонке на этой тачке конечно стоит подбирать и и прокачивать и пробовать и что-то выяснять но мне кажется это очень будет долго и раз мы не можем победить то мне кажется что мы здесь тоже можем проиграть но посмотрим так непобедимый все стоит все проверили погнали все чего задерживать то вас давайте проверим 6 и 3 километра и выясним сможем ли мы точнее даже не мы мы-то и вообще ничего не делал но он он вначале очень сильно посмотрите теряет ее почему-то кидает то ли он пытается выровняться на траектории за этого он теряет управление то ли я что-то не понимаю почему так тачку вначале кидает пока что последняя это печально я почему-то думаю что будет поинтереснее так не неси не шибко вот он объезжает всех блин 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 он не использует я например на сложных участках использую противников то есть я в них бьюсь и они меня выталкивают обратно на трассу я выезжать то есть я не с внешней стороны а с внутренней все время обхожу а и пытается с внешней стороны обгонять противников это очень плохо хотя может быть он просто работает чисто по левой стороне может не внешне я посмотрим как он будет на других поворотах обгонять но пока что мы 10 окей мы вернулись на ту позицию с которой мы начинаем это 10 позиция сможем ли мы потом опять же видите очень много поворотов за счет этого мы проигрываем очень сильно мы по скорости по мне можем догнать можно да еще быстрее какую-то тачку хотя можно было использовать mercedes вот это потому что обычно тачки которые представляют игру то есть да который изображает на логотипе они обычно читерские очень поэтому mercedes можно было испытать тоже в этом режиме может быть и у него более умный искусственный интеллект надо попробовать но это скорее всего уже будет другой в другом видеоролике где мы будем испытывать конкретно вот этот mercedes ну практически идеально но видно что сзади непобедимая нас догоняют это плохо подожди я не помню вроде бы спринт был а по факту по одни повороты вы заметили да одни пора добро спорта протопора за поворотом капец нет даже более-менее на прямой дороге отставание отставание смотрите 7 секунд 7 секунд до понравилось понравилось 7 секунд отставали вот так вот не знаю может быть еще что-то будет может быть еще что-нибудь будет где карта но опять же здесь прям таких длинных то гонок то нет все какие-то короткие здесь по поворот это вообще-то не о чем быть в общем давайте так принципе я думаю что ничего особо не изменится то есть на обычных кольцевых гонках у нас отставание 13 секунд в любом случае вне зависимости о какую мы тачку используем да то есть то ли мы использовали такой обычную да не вкачанную стандартную классическую 13 секунд что мы использовали дают супру каченую быструю вроде как она все равно проиграл а потом попробовали на обычном заезде на спринте и по факту отставание мы снизили но мы все равно отстаем и мы по факту не выиграем вообще ничего то есть мы как стартуем на 10 месте так и остаемся да под конец мы там угоняем их но все равно этого недостаточно почему потому что он проигрывает именно в поворотах повороты очень слабая то есть скорее всего а под искусственный интеллект нам нужно сделать такую тачку у которой будет максимально офигенное торможение и управление потому что вот эти показатели которые отвечают за управляемость в поворотах то есть она прям офигенно тормаживается и круто управляется с другой стороны мы должны еще собрать хорошую быструю тачку и тут как бы дилемма как нам это сделать и можно ли вообще сделать такую тачку чтобы она могла победить непобедимых потому что ездят они очень быстро и я не знаю как их можно очень выиграть то есть вы понимаете прямо они колоссально по еще такой небольшой тест у нас был обязательно подписывайтесь на канал прожимайте побольше лайков оставляйте комментарии как он такой вот тестик и а стоит ли вообще выяснить каких же драйватаров мы можем спокойно выиграть ну или есть неспокойно но чтобы могли выиграть потому что мне кажется что все таки за победу нам будут давать больше потому что здесь 50 накидывает за проигрыш 50 процентов то есть грубо говоря если мы получаем 10 то значит мы где-то ну 76 тысяч получаем за проигрыш но это из-за того что мы проиграли все еще странно в общем считает да все вроде как и больше но опыта меньше зависимости что вам нужно если вам нужен опыт то конечно нужно понижать сложность средних мы точно кстати давайте знаете как сделан а здесь а подождите могу здесь посмотреть да можно здесь сложно посмотреть я по-моему ездил новичок средний у меня вот так вот средне 100 да то есть турист новичок неопытный средний это 4 и 4 4 уровень сложных драйватаров обгонялся вообще изи и тут остается сколько подачи средний получится 1 2 3 4 5 5 профи можно поправить можно поправить профи да очень попробуем очень все остальные да как мы сделаем средний я знаю точно что мы побеждали хотя мы следующем ролике мы протестируем средний выше среднего опытный эксперт профи непобедим мы так уже испытали потому что не стоит испытывать хотя если вы знаете как какую-нибудь тачку утра можно интересно строить чтобы она валила и офигенно оттормаживалась и управлялась также офигенно то обязательно напишите об этом в комментариях я тоже протестирую плюс если вы у вас есть подозрение что например вы там до вывели какую-то тачку или например вы купили тачку и затюнили потому что что очень много и вы таки думаете что блин она точно должна победить потому что она классно управляется я на высокой сложности сам даже обгоняю драйватаров там например там профи вы обгоняете да или там какие там есть там экспертов да вы обгоняете сами а тут и как бы только газовать нужно она тормаживается довольно интересно поэтому тоже пишите об этом протестируем в общем ваши тачки тоже можем протестировать в общем всем спасибо за просмотр подписка лайк комментарий это было фореза 5 на xbox серия с 2к 30 кадров в секунду и выглядит она шикарно всем пока